Украинский политолог Михаил Шейтельман Возможно ли был вообще на ваш взгляд компромисс с Россией, с Путиным? Можно ли было как-то предотвратить эту войну или у Украины шансов не было? То есть Путиным решение уже было принято и как говорится война должна была начаться? С одной стороны, я не могу залезть в голову Путину и узнать, было ли принято такое решение. Но исходя из тех требований, которые были выдвинуты в момент начала войны, а переговоры начались буквально на третий день, очевидно, что избежать ее было невозможно. Поскольку требования эти, это признание независимости ДНР, ЛНР, признание Крыма частью Российской Федерации. Даже эти два требования уже невыполнимы никаким образом, поскольку они полностью противоречат Конституции Украины и даже Декларации независимости. И поэтому о чем была речь? О том, что добровольно Украина отдаст свои территории? Это нереально. Ну, не говоря уже о требованиях, которые звучали с самого начала, что нужно устранить власть президента Зеленского. Это демократически выбранный президент с 75% голосов, а сегодня это человек с рейтингом 93%. Поэтому устранить его от власти и назначить кого-то, у кого нет поддержки, непонятно. Поэтому нет, конечно, это было совершенно безнадежно. Самая последняя, не то что самая последняя новость, а самая горячая новость последних дней, это гибель флагмана Черноморского флота крейсера типа фрегат Москва, на котором, я понимаю, находился большинство командного состава Черноморского флота. Кстати, вчера был похоронен, по-моему, в Севастополе командир корабля Цезарь Куников. Никто не сообщал о том, что он погиб на корабле Москва, но погиб в спецоперации. Понятно, что морской офицер, командир корабля не может где-то шататься в районе Мариуполя. Известно ли вообще, какое количество моряков погибло на этом корабле, и известен ли, кто из командного состава погиб? Вообще, вот конкретная информация по поводу утопления, уничтожения этого агрессивного, кстати, посланного когда-то далеко украинского корабля. Ну, прямо скажем, официальной информации мало, но упомянутый вами Цезарь, это был капитан не крейсера Москва, это был капитан большого десантного корабля. Не помню, как он назывался. Цезарь Куников, да. А, капитан Цезарь Куников, правильно, он не связан никак с кораблем Москва. Это когда еще недели три назад украинские войска обстреляли Бердянск и утопили один из больших десантных кораблей, одновременно повредили еще два, как минимум, или три больших десантных корабля, которые там находились. И вот командир одного из них был убит, собственно, на этом корабле в момент обстрела ракетами Бердянска. То есть, это тоже был большой военный успех Украины в этом смысле. Порт Бердянска практически невозможно теперь использовать для поставки вооружений, потому что там затопленный корабль. Что касается самого крейсера Москва, то есть только косвенные свидетельства, а именно свидетельства есть уже в сети ВКонтакте, нашли множество переписок родителей этих матросов. И эти свидетельства говорят о том, что примерно, как мы здесь, извините, шутим цинично в Украине, двести трехсотых и триста двухсотых, то есть двести раненых и триста убитых среди моряков крейсера Москва. Но это, конечно, оценки на основе того, что мы видим в социальных сетях. Когда некоторые, знаете, говорят, ну нельзя же радоваться гибели людей, то в нашей ситуации это не гибель людей, это уничтожение врага, который наносил ракетные удары по нашим городам, поэтому была легальная военная цель, и, конечно, в Украине радостно воспринимают такой результат этого. Но, кроме того, есть огромное военное значение у потопления крейсера Москва. Дело в том, что крейсер Москва обеспечивал систему ПВО всего Черноморского флота. И сегодня весь Черноморский флот стоит безвылазно в Севастополе и боится выйти с рейда, потому что он сразу окажется без прикрытия ПВО, и следующие ракеты «Гарпун» и «Нептун» могут полететь в следующие корабли. И пока неизвестно, как этот флот сможет дальше функционировать. Известный пропагандист Соловьев очень сильно возмущался по поводу уничтожения корабля «Москва». А вот вы можете объяснить, как все-таки современный корабль смогли обойти вот эти все защиты, и вот эти вот ракеты «Нептун» смогли его потопить? Ведь, в принципе, он вышел только из ремонта, насколько я знаю, был оснащен довольно-таки серьезно. Ну, насколько мы понимаем, все-таки есть огромная профессиональная технологическая деградация всей российской промышленности. Давайте говорить честно. Мы это наблюдаем и по тем танкам, которые приезжают. Большинство танков без активной брони, что в современной войне вообще совершенно невозможно себе было представить. И современные вот эти системы противотанковые, которые Украине передали и Соединенные Штаты, и Британия, они достаточно легко справляются с такими танками. То есть, как легко? Для военных, самих военных наших это нелегко. Они должны подкрасться к этому танку, но уже технологически это не представляет проблемы. То есть, это технологическая деградация России, которая вот такой ремонт произвела, что какой-то один байрактар был использован для отвлечения всей радиолокационной системы. Что, конечно же, удивительно. Но это не первый случай за войну. До этого Украина утопила, может быть, не так это было, не так обращало на себя внимание, поскольку это был не флагман, но Украина утопила самый современный из кораблей Черноморского флота. Все-таки Москва, она построена очень давно, в 70-е годы, кстати, украинцами в Николаеве. А вот самый современный торпедный корабль, я, честно, не вспомню, как называется, торпедный катер, что-то такое, он спущен на воду или официально вступил в состав флота в 2019 году. Это был самый современный корабль. Он был потоплен системой залпового огня. Это первый случай в мировой истории, когда такого рода корабль потоплен системой залпового огня. Это невозможно себе представить просто. Как это было сделано? Украинская армия сначала пристреляла систему залпового огня на определенный квадрат в море, просто в открытом море. А дальше два катера маленьких, у Украины нет флота, обычные катера стали гоняться перед этим торпедным катером, он стал гоняться за ними и приехал в ту зону, где его накрыла система залпового огня. Вот, это была такая первая большая морская победа. Так что удивляться непрофессионализму моряков. Ну, слушайте, ну офицеры покупают себе должности за деньги, звания за деньги. Солдаты, как мы знаем, если мы обратим внимание на убитых, то их нет из Москвы, понимаете? Нет пленных из Москвы, нет убитых из Москвы. Почему? В Москве, в Петербурге у людей есть деньги, они платят и не идут в армию. Я поговорил со многими россиянами, это не только в Москве и Петербурге, и в Новосибирске не идут в армию, и в Краснодаре не идут в армию. В армию идут какие-то деревни, какие-то совсем уж глухие дыры и провинции. То есть там очень низкий интеллектуальный уровень. Я думаю, что среднее IQ сегодня российского солдата раза в три ниже, чем украинского. В силу того, что их набирают просто откровенно из какого-то, ну скажем так, из какого-то люмпина просто. Михаил, мы вот сейчас говорим в основном о военных, мы говорим о политиках, и очень мало говорится о украинской дипломатии. Как бы вы оценили работу украинской дипломатии в направлении помощи Украины? Ну, есть два направления основных сегодня украинской дипломатии, таких, ну, так сказать, фундаментальных. Одно направление – это переговоры с западными странами, с США в частности, о возможных поставках вооружений и другой поддержки. И на этом фронте, конечно, благодаря руководству Соединенных Штатов, в том числе, достигнут огромный прогресс, потому что мы помним, что в начале войны было всего две страны, которые были готовы помогать, хоть как-то это, ну, США и Великобритания, поставляли вооружение, то сегодня это уже, наверное, счет стран идет на десятки, в том числе тяжелое вооружение поставляет, ну, я думаю, уже стран 10. И это, конечно же, успех дипломатический невероятный. Сегодня весь мир восстал против России. Знаете, для меня апофеозом было, когда президент Колумбии осудил геноцид в Буче. Колумбия, да, в Буче, понимаете. Это вот один фронт действия дипломатов. Второй фронт действия дипломатов – это попытки переговоров с Россией. Здесь совершенно все по-другому, конечно. Все, что удалось, это небольшие гуманитарные вопросы, небольшие. То есть удалось эвакуировать часть жителей Мариуполя, часть жителей Сум в какой-то момент, когда там были острые бои. Но, к сожалению, большая часть жителей Мариуполя либо были угнаны в рабство в Россию и проданы там детьми, там торгуют, например, мариупольскими уже в России, либо они остаются в подвалах. Это больше 100 тысяч человек сейчас в Мариуполе, которые бомбят трехтонными бомбами. Вот. На этом направлении не так все успешно. Есть какие-то обмены пленными, но это тоже отдельные случаи. Вот сегодня обменяли 60 с небольшим пленных, что тоже важный, конечно, момент. Но, согласитесь, это все тактические вопросы. Ни одного стратегического продвижения нет, но тут нужно желание двух сторон. И со стороны России, но нет желания мирно решать этот конфликт. Михаил, вот в авангарде, будем так говорить, антироссийской политики на сегодняшний день и помощи Украины стоят, как на мой субъективный взгляд, стоят два государства. Великобритания и Германия. США, даже если что-то и делает, то это с такими проволочками довольно, как говорится, уходит много времени. Как вы думаете, почему именно эти две страны в отношении России выступают очень и очень, ну, я бы сказал, агрессивно? Жестко. Я про них по отдельности отвечу, а потом еще просаживался. Значит, Великобритания очень повезло Украине, давайте честно. Повезло с тем, что премьер-министром Великобритании является Джонсон. Эта фигура может стать исторической, поскольку он автор биографии Черчилля. Он, как журналист, написал биографию Черчилля. И для него Черчилль – это некий духовный отец. А Черчилль – это человек, который в одиночку сражался с фашизмом, принял этот вызов и делал то, чего никто в мире от него не ожидал. Вот точно так же сегодня ведет себя Джонсон, который в том числе приехал в Киев, в том числе первым дал наступательные вооружения, первым дал морские ракеты, и множество решений он принял первым. Первым принял самые жесткие санкции, когда еще никто об этом не задумывался, что можно взять и запретить продажу самолетов, отменить полеты и так далее. Это все он делал первым. Я думаю, что в этом секрет, в личности Джонсона. Британия, она всегда, конечно, стояла, имела такую особую позицию в мире. И плюс у нее она не ограничена путами некими Евросоюза. Тоже повезло Украине, что Британия вышла из Евросоюза. Усилие к этому прилагал Путин, но вот повезло-то Украине. Это случай с Великобританией. Все-таки, на мой взгляд, у вас там, конечно, в США, я понимаю, совершенно другие взгляды на свою собственную страну, но мы из Украины видим, что второе это США. Второе это США для нас, конечно, не Германия ни в коем случае, поскольку и президент, и Байден, и Энтони Блинкен, который вообще, у него родом, как бы, я имею в виду, на два поколения назад из Киева, для него это не чужая страна. И до войны он делал огромное количество важнейших заявлений, поддерживающих Украину, и я думаю, что на этих заявлениях Блинкена именно была основана уверенность, в том числе Зеленского и правительства Украины, что надо сопротивляться, а не пытаться сразу идти на какие-то большие уступки и компромиссы. Поэтому, на наш взгляд, конечно, США – это вторая страна. Германия, ее позиция в начале войны была, если вы... Я напомню, что незадолго, за несколько дней до войны, Германия запрещала даже транзит вооружений через ее территорию. То есть, британские противотанковые системы доставлялись в объезд, в облет Германии. Самолеты облетали физически Германию, боялись, что их там посадят. Это были военные самолеты Великобритании. Поэтому Германию пришлось долго уговаривать. У Германии... Сейчас я очень циничную вещь скажу, если можно. Наверное, можно. Конечно, да, конечно. Значит, у Германии появился исторический шанс закрыть тему Второй мировой войны и преступлений Германии. Ну как, они уже извинились, они выплатили компенсации, они много чего для этого сделали за 80 лет. И вот таким финальным аккордом может быть то, что флаг фашизма переходит к России. Если сказать, вот Россия сегодня, фашистское государство. Опять везение Украины. Тут много факторов везения, как будто бог на стороне Украины, что Шольц, а не Меркель. У Меркель были огромные... Меркель была абсолютно некоррумпированным чиновником, не дай бог, я про это не скажу. Но ее вся история взаимоотношений с Путиным, она была слишком долгой. Она любой там... Сегодня ее слова о том, что она против чего-то, воспринимались бы в контексте, что раньше она была за все эти там северные потоки и так далее. Шольц свободен от этого. И поэтому он смог развернуть Германию. Но Германия в любом случае сегодня догоняющая страна. И когда мы говорим, например, Украина просит вести санкции, в том числе на газ российский, то вот на сегодняшний день оставалось три страны, Франция, Германия и Венгрия в Евросоюзе, которые были против. Сегодня это только Венгрия и Германия. Всего две страны против, потому что Макрон уже сегодня заявил, что готов к эмбарго на поставку газа российского. Поэтому Германия делает много, не скажу, что ничего не делает, много, в том числе поставка тяжелых вооружений. Но это, безусловно, она входит в десятку в нашем рейтинге, но даже третьего места не занимает. А и в продолжении предыдущего вопроса, могли бы вы немножко больше рассказать о после Украины в Германии Мельники, о котором, как мне кажется, незаслуженно мало говорят в прессе, но он не менее важен, чем министр иностранных дел Кулеба, который тоже очень много делает в дипломатическом направлении противостояния России. И по поводу президента Штайнмайера, а так как его не пригласили в Киев, считаете ли вы, что Владимир Зеленский поступил правильно? На первый вопрос вы меня поймали, я ничего не знаю про посла Украины в Германии. Ничего, честное слово, я впервые слышал. Ну, потому что о нем, к сожалению, не так много говорят, но он много делает. Наверняка, я уверен, потому что, поверьте, мы видим, что весь дипломатический корпус работает очень хорошо на западном направлении. И мы просто все приписываем это автоматически Кулебе, ну, поскольку, ну да, не знаем мы имен всех послов, что ж поделать. Но что касается истории со Штайнмайером, надо опять-таки вспомнить историю Штайнмайера, что это не просто человек, который был другом, личным фактически другом Лаврова. Можно посмотреть, как они буквально там обнимаются и так далее. Штайнмайер человек, который придумал формулу Штайнмайера. То есть, когда Путин требовал от правительства и президента Зеленского выполнить Минские соглашения, там был вопрос в том, что, ну, такая общечеловеческая логика говорила о том, что сначала нужно вывести российские оккупационные войска, а потом провести выборы. Потому что как можно проводить выборы, не выведя войска? А Штайнмайер предложил формулу Штайнмайера, такое красивое выражение, которое заключалось в том, что давайте сначала пускай проведут выборы, прям при оккупационных русских войсках, а потом вот уже войска выведут. И за которую сразу уцепился Путин. Если вы вспомните, даже на историческом заседании Совета Безопасности, где фактически принималось решение о начале войны, ну, тогда оно называлось там «О признании ЛНР-ДНР», но, де-факто, это был вопрос объявления войны. Путин упоминал формулу Штайнмайера, прямо сказал, ну как, была же замечательная формула Штайнмайера, почему же украинцы ее не выполнили? И, конечно, украинский народ воспринимал Штайнмайера прямо как союзника ближайшего друга Путина. По-моему, могу ошибаться, но, по-моему, он там был в этой истории, когда он писал некие статьи о том, в том числе. Я помню, что была какая-то статья, в которой он был одним из авторов, и там не был упомянут Крым. То есть было написано про оккупированную территорию, там Донбасс, и вдруг Крым как бы исчез из этой статьи. Статья такая историческая, важная, как надо действовать, как будто Крым не оккупирован. Да, Штайнмайер принес, между прочим, почти извинения. Штайнмайер сказал, что он был неправ, что он ошибался и так далее. Теперь насчет прав неправ Зеленский. Ну, не я тот человек, который имеет право осуждать, вот честно, в связи с войной. Было бы мы в мирное время, я бы по-другому поговорил. Но сейчас президент Зеленский, это верховный главнокомандующий армии, которая спасла меня лично, вот я нахожусь в Киеве, от русских оккупантов, которые были в 20 километрах от моего дома. Вот это армия, и он ее главнокомандующий. Поэтому сказать он там в чем-то неправ, я просто не могу. Давайте посмотрим на это чуть-чуть, чуть-чуть так со взлета и со стороны, не в отношении лично Зеленского. Первое, он этого не заявлял. Он не заявлял, мы не приглашаем Штайнмайера. Поэтому что это было, как это было, мы не знаем. Он не сказал об этом в интервью, он ничего про это не говорил. И второе, я верю, что если об этом были некие переговоры со стороны МИДа Украины и Германии, соответственно, если были такие переговоры, они не были один на один. Вот почему-то мне кажется, но это такая теория заговора может быть, но все-таки, что без других западных союзников, без США и Великобритании, такого решения не принималось. Это очень важное решение, оно могло быть принято вот так. Потому что США и Великобритания определенным образом пытаются давить на Германию. И Штайнмайер, я не разбираюсь во внутренней политике Германии. Но мне кажется, что Шольц и Штайнмайер это совершенно не синонимы. Так как там много векторов, факторов и ветвей власти. И я вполне допускаю, что, например, Шольц. Давайте, это такое. Ну, все-таки. А может быть, Шольц просил не приглашать Штайнмайера? Ну, просил не прямыми словами, конечно. Ну, намеками. А какими? Дипломатическими. Да? Могло быть и так. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы беседуем с украинским политологом прямо из Киева, с Михаилом Шейтельманом. И, кстати, передать привет и благодарность нашим коллегам из YouTube-канала Игряна Угрем, Вадиму Родиону, за такую вот возможность поговорить с таким интересным человеком. Михаил, вы прямо из Киева. Как сегодня живет Киев? И несколько слов, опять же, скажу такую маленькую форму. Немного говорят об этом человеке, о мэрии Киева-Кличко. В Киеве живется уже хорошо. Здесь были очень тяжелые дни, тяжелые недели даже, скажем прямо. Если там немножко короткий экскурс в историю, то в первую неделю не было хлеба или воды, нельзя было купить. У меня, к счастью, я понимал, что некоторая вероятность войны существует, хотя я не давал много процентов. Поэтому я запас две вещи – кошачий корм и воду. Я вот понимал, что не смогу достать кошачьего корма, и действительно, зоомагазины, наверное, недели 3-4, просто нельзя было купить ничего. И воду нельзя будет купить, если нельзя было купить. Можно было на колонку пойти как-то, но вот так купить было нельзя. Поэтому это сработало и пригодилось. Ну и, конечно, обстрелы и воздушные тревоги были почти непрерывными. Мы вскрыли атомное убежище, расконсервировали такое с сталинских времен, оборудовали его полностью. Я в нем сам не жил, но все мои соседи, там женщины, дети, все жили несколько недель в этом убежище. Плюс у меня рядом станция метро, там тоже просто все было заполнено людьми. А мы с мужчинами такого нормального боевого возраста, которые не ушли при этом на войну, мы там сговорились, что мы наверху сидим, то есть в самом доме, в случае, если там завалы какие-то будут, пожары, что мы можем потушить что-то и так далее. Ну, решили не прятаться. У нас там несколько человек, в принципе, такая. Боевая бригада с соседями. Ну, к счастью, в нас ничего не попало. В нас лично, хотя много куда что-то попало. А сейчас, после того, как российские войска были разбиты под Киевом и отступили, то город очень быстро за 2-3 недели вернулся к почти мирной жизни. Например, вот сегодня, прямо сегодня произошло следующее, что убрали противотанковые ежи. Они перегораживали все основные улицы и через них были узкие проезды. Ну, это фактически были такие блокпосты. Но так как машин стало больше, становилось больше и больше, потому что возвращались люди из эвакуации, то стало уже невозможно проехать, появились пробки. А пробки тоже опасные в случае обстрела и так далее. Поэтому убрали противотанковые ежи. Опять-таки, для нас интересно, что, кстати, ну, это не про Киев, но улица Дерибасовская в Одессе знаменитая, вчера с нее убрали противотанковые ежи именно в связи с гибелью крейсера «Москва». Потому что стал невозможен десант на Одессу, который ждали до сих пор. Ну, и что касается Кличко, то Кличко, он, в общем-то, он мэр с очень высоким рейтингом. Вот знаете, как народный такой президент Зеленский, такой же народный мэр Кличко. Он же второй срок уже мэр. И вот когда его выбирали, наверное, в 2020 году, я не помню, второй срок, то против него было очень много кандидатов. Я уж не вспомню, сколько их там было. Как всегда, у нас на президентских выборах было 44 кандидата. Я думаю, что на мэра там тоже штук 10 точно было. Но он в первом туре набрал больше 50% голосов на настоящих демократических выборах. То есть это мэр, пользующийся абсолютной поддержкой городских жителей. И он проявился как боксер, как смелый человек. Его брат встал в территориальную оборону. Сам он, ну, скажем так, я не знаю, как он проявился как администратор, потому что мы этого не видим. Там есть исполнительные органы, которые этим занимаются. С этим занимается не мэр, вот все это обороны Киева и так далее. Но он успокаивающий эффект огромный имел. Знаете, когда выходит такой двухметровый человек и говорит, что все будет хорошо, то начинаешь верить, что да, будет. Михаил, а мы сейчас уйдем на короткую рекламную пазу. Через пару минут вернемся. Оставайтесь с нами. Очень интересно. Спасибо. Мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции «Народная волна Чикаго». Ее ведущие Эдуард Брумер. И Геннадий Брумер. И мы продолжаем беседу напрямую с Киева с украинским политологом Михаилом Шейтельманом. Михаил, вы с нами? Да, с вами, конечно. Михаил, продолжая тему Украины, России. Вот, Владимир Путин, на ваш взгляд, почему для него Украина стала вот таким, как бы, личным вопросом? Почему у него такая личная ненависть к этому государству, которое живет своей жизнью, казалось бы, и не вмешивается в дела России, не мешает России как-то жить? Как вы думаете? Знаете, можно рисовать много догадок, но у меня есть последовательная одна линия, давайте я лучше ее проведу. Да, да. Версий даже у меня много, но я проведу одну. В 2004 году, во время событий на Майдане, оранжевой революции, президент России Путин поздравил Януковича с избранием президента Украины. Поздравил. Спустя несколько дней, когда появились сомнения, что Янукович президент, Путин второй раз поздравил. Второй раз официально, как президент, вот второе официальное поздравление Януковичу. После чего Януковичу было защитное поражение, как мы помним, был проведен третий тур выборов, и президентом был объявлен Виктор Ющенко. Вот в этот день президента Путина как бы кинули. То есть, получается, он не пацан. Пацан же сказал, что я поздравляю Януковича. Значит, Янукович должен быть президентом. После этого, за следующие пять лет, в то, чтобы Янукович стал президентом, были вложены миллиарды российских долларов. Миллиарды. Только на саму кампанию Януковича в 2010 году было потрачено более двух миллиардов долларов. Это только, я сейчас говорю о рекламе, понимаете? Я не говорю о пяти годах, которые справилась партия и так далее. Два миллиарда долларов. Эту сумму невозможно себе было представить, потому что весь ВВП Украины на тот момент составлял, я не знаю, миллиардов 20-30. 10% от ВВП, представляете, влить в страну только ради выборов. Ради того, что я же поздравил, это же по-пацански, значит, вот. И Янукович стал демократически избранным действительно на тот момент, президентом Украины в 2010 году. Но наступает второй Майдан, и его свергают. И тут уже снова, как? Я же поздравил, я же сказал, что это президент Украины. И если вы помните, 24 февраля этого года, когда началось наступление российских войск на Киев, в Минск привезли Януковича. А когда мы обсуждали с моими коллегами накануне войны, там за пару недель до, обсуждали, будет ли война. Ну, это же была загадка, да, у нас много там было всего. И мы смотрели все косвенные признаки. Одним из них было решение московского городского суда о восстановлении Януковича в должности президента Украины. Представляете себе? Московский городской суд решил. То есть, и тут мы подумали, что весьма вероятно, что они пытаются это сделать. Нужно вернуть Януковича. Я же пацан, как я сказал, так и будет. И вот мы смеялись, что Януковича вот третий раз, понимаете, это единственные свергнутые трижды. Еще удивительно, что его не повезли прямо на Киев. Вы знаете, когда была атака на Киев 24-го, 25-го, 26-го, то русские наступали на автозаках. Они наступали на танках, безусловно, на бронетранспортеров. И автозаки с Росгвардией, с дубинками, не бронированные, которые просто украинская артиллерия пожгла с Байрактаров вообще элементарно. Вот если бы еще в одну из машин везли Януковича, получилось бы совсем красиво. Но, к сожалению, Януковича пока не привезли. Вот это такое. То есть, Украина его отвергла, отвергла Путина. Ну как это? Эта девушка тебя отвергла. Дальше как? Нормальный человек, когда девушка его отвергла, он говорит, ну, значит, я ей не подхожу. И идет себе искать другую девушку. А психопат? Ну, есть же такое, да? Психопат преследует. Про это есть фильмы, книги и так далее. Вот Путин как психопат преследует Украину. И дальше уже он потратил... Я говорю, ладно, миллиарды он потратил на то, чтобы поставить Януковича. Но в общей сложности на пропаганду антиукраинскую в России потрачена сумма, близкая к триллиону долларов. Одному триллиону долларов. Я сейчас имею в виду за все 20 лет правления Путина, естественно. Михаил, мы с вами росли в Советском Союзе. А война это все-таки солдат, да? Техника важна, но все-таки это в первую очередь солдат. Как вы могли бы описать... А, важная еще вещь. Мы с вами служили в армии в Советской. И знаем примерно технологию того, как человек пребывает в армии в Советской. Как бы вы описали сегодня российскую армию, в частности, вот то, что произошло в Буче. Вот патологию российского солдата. Почему такое случилось в современном мире? Я служил даже в двух армиях. Два года в Советской и два дня в Израильской. Поэтому я большой военный. Значит, когда мы служили, я служил в 87-89 в стройбате. Это были самые такие деклассированные войска. То есть, реально войска, в которых не было не то, что службы по уставу, но, знаете, не было даже порядка дедовщины. Это было то, что называется на современном языке беспредел. Как там, черная зона, где все творят, что хотят. То есть, нет такого, что ты дослужился и все как бы по сроку службы. Нет, ты должен каждый день отстоять свое право, ничего не делать, плевать в потолок и так далее. У нас творился настоящий беспредел. Мы все время дрались с офицерами, воровали у них, избивали их, старались по ночам. Они боялись заходить в воинскую часть. Сами офицеры при этом тоже творили беспределы. Они все воровали, абсолютно все. Они сожгли штаб воинской части, в которой я служил. Подожгли. И меня просили, я был в тот момент старослужащий, сказали, слушай, проведи там политзанятия, только не выпускай их вообще, чтобы, не дай бог, не потушили. Им надо было уничтожить документы и так далее. И все это происходило в городе Москва. Понимаете? Вот самое ужасное, что это происходило в Москве, не на Чукотке. В Москве все это происходило. Поэтому, да, мы там, у нас красили листья, пришивали, в смысле, красили траву. А я лично заведовал смешным явлением. Зимой мы ездили за город на грузовиках, выпиливали из снега кубики и привозили в воинскую часть, чтобы выложить красивые белые сугробы, а не грязные серые. Вот. Это все происходило у нас в армии. Поэтому, да, у нас вешались люди, были бытовые убийства, все это списывалось на якобы там, ну, на производственный травматизм. То есть, это просто был адский ад в этом смысле. Но, я считаю, что наша тогда воинская часть и наша воинская служба, она все-таки не деградировала до той степени, до которой мы видим сегодня. Вот наша воинская часть, попадя в такую же атмосферу, не творила бы этих вещей. Я знаю потому, что у нас был случай, когда у нас там военнослужащие там подозревались в изнасиловании, ну, гражданского там лица. Да, действительно. Мы их все осуждали, реально, по-настоящему. Мы, солдаты обычные, да, вот из разных республик и так далее. Там выяснилось, что, ну, не так все было просто и так далее. Но, тем не менее, вот я видел осуждение и у офицеров, и у солдат. То есть, такое было недопустимо. Вообще, у нас там на заводе, где мы работали, было много гражданских людей, женщин в том числе. Их никто не обижал ни в коем случае, ни разу, да. При том, что у нас были люди, которые по-русски не разговаривали, люди с самых национальных окраин. Но дикости у нас не было. Мы разбирались все между собой, могли драться между собой, но не с теми, кто не имеет отношения к нашей разборке, да. Там офицера мы могли избить, но если пришла его жена, мы с уважением, там, наоборот, накормили он мороженым, да. Ну, потому что что ж такое, вот. Поэтому путь, безусловно, вот к этой армии, которую мы видим, он тогда уже был заложен. Ну, вот всей этой системой, которой мы понимали, что мы не защищаем родину, вот вообще. Мало того, я помню, как были события в Грузии, 89-й год, когда саперными лопатками там уничтожили людей, в Тбилиси, а у нас ребята были грузины, они вернулись из отпуска и рассказали нам про это. А мы же в армии, мы же ничего не знаем, они нам рассказывают, говорят, ребята, а если нас на кого-нибудь бросят, мы в Москве подавлять протесты, то мы договорились между собой, мы сели, ну, мы старослужащие вот были, 89-й год, мы договорились, кто на себя в каком смысле берет какого офицера, если нас бросят разгонять каких-то мирных людей. То есть мы были не готовы этим заниматься. Но деградация за 30 лет России, она во всем, неудивительно, что и в этом. Теперь, как я уже сказал, тот класс, который служит в российской армии, это, к сожалению, ну, даже словом «люмпин» сложно назвать, потому что «люмпин» он хотя бы пролетариат, а эти не производили никогда ничего, вообще никогда ничего. Руководят Россией, между прочим, люди, которые ни дня не работали, никем, нигде, ни копейки не заработали. Вот то, что украли, то украли. Ну, КГБшник, он нельзя назвать работой, то, чем он занимался, советский. Я же не говорю про американского офицера разведки, я говорю про советского КГБшника. Он работал когда-нибудь? Нет, он не работал. А там они все такие, все до единого. Эти люди никогда не работали. Солдаты тоже. Они привыкли только воровать. Деньги получаются за счет нефти, дальше раздаются вот этим «люмпинам». Все. И это продолжается уже как минимум 20 лет правления, 22 года правления Путина. То есть вот эти ребята, которые сейчас там насилуют и убивают, ну, если брать рядовых солдат, они все родились при Путине, даже родились. Офицеры, ну давайте, ну кто, самые старшие командиры там, ну, подполковники какие-нибудь, им 40 лет. Они тоже выросли-то при Путине все, понимаете. Поэтому все это неудивительно, к сожалению. Мало того, я уверен, что это был приказ Путина лично. Вот я уверен абсолютно. Потому что он вчера наградил, я не знаю, знаете ли вы эту новость, но вчера, 64-й, по-моему, бригада это называется, которая стояла в буче и, собственно, творила все это, награждена званием гвардейской за стойкость личным приказом Путина. Ну, значит, она выполняла его приказ, раз он ее наградил. По достоинству оценил. Да. Михаил, а что общего у путинской России и гитлеровской Германии, на ваш взгляд? Ой, вы знаете, только сегодня вспоминал, завтра же у нас день рождения Гитлера, хочу напомнить. Да, да. Я вот просто поэтому мне пришла в голову как раз сегодня эта история. Вот в упомянутом сегодня уже вами канале Игря на Угрэм я давал интервью за две недели до войны. Меня спрашивали о том, как там пойдет и так далее. И когда мне Вадим позвонил, попросил дать интервью какое-то время, я сидел у себя в офисе, у меня такая стеллаж, книги, думаю, обычно, когда у людей книги сзади, они кладут что-то важное там, да. И я нашел у себя в офисе, случайно, случайно, завалялась книга «Майн кампф». Я ее поставил между делом, как бы, вот «Майн кампф» на полку. Не педалировал, то есть такая задняя, на заднем плане маленькая стояла. Мне было интересно, кто-нибудь обратит внимание или нет. Первый же зритель обратил внимание, там звонки предусмотрены в передаче. Позвонил, спросил, а у вас случайно книга там? Но так как он уже спросил, я говорю, нет, не случайно. Дело в том, что, ну мы обсуждали-то Украину, кризис вокруг Украины. Дело в том, что, начиная с момента, на мой взгляд, ну я мог где-то потерять, конечно, этот момент, но насколько я наблюдал за Путиным, я наблюдал за Россией, момент, когда Володин стал играть большую роль в окружении Путина, он принес с собой идеи именно гитлеризма. Вот судя по всем словам, которые он распространял, которые звучали от него, которые стали звучать от окружения Путина, а потом от самого Путина, этот человек очень внимательно читал книгу, даже не Майнкампф, а застольные речи Гитлера. Дело в том, что я ее тоже одно время знал почти наизусть, когда я занимался рекламой, я ее читал как рекламщик. Вот это было такое, как человек умеет говорить спичи, да, некие публичные. Но я-то ее читал в 20 лет, понимаете, и воспринимал не всерьез. А Володин ее читал в 50 и верил. А Путин ее прочитал в 70, ну или там в 60, и поверил во все, что там написано. Поэтому я уверен, что Путин, как сейчас молодежь сказала бы, косплеит, то есть изображает из себя Гитлера прямо в этих вещах. И нисколько он не смущается этого, он верит, что Гитлер знал, что делает. Лукашенко, как мы помним, на заре своего президентства сказал, что в политике Гитлера были положительные моменты. А дальше, когда мы начнем смотреть, господи, в 4 утра Киев, да, когда я, а я это, кстати, на том же канале Игорь Ангрим сказал, в 4 утра, говорю, будет атака, в 4 утра на Киев, потому что вот, в 4.30 она началась. Дальше это буква Z, но это вообще возникло как будто из космоса, да. Когда я ее увидел, я подумал, ССовский символ, откуда, зачем, ну, половина ССовского символа. Оно у них само как-то, то есть я понимаю, что это не дизайнеры сидели и разрабатывали, но вот как-то уж так сложилось, да. И раз за разом они все это повторяют, и то, как они вели себя в буче, и, кстати, Вермахт так себя не вел, как мы помним, там для этого было СС, да, отдельное, которое Вермаха отказывался, ну, во многих случаях отказывался уничтожать евреев, этим занимались ССовцы и там, и коллаборационисты. А у российской армии сегодня это занимается сама армия. То есть вот если во время Нюрнберга преступной была признана СС, но не Вермахт, то вот если будет новый Нюрнберг, то преступным это надо признавать российскую армию, а не какие-то ФСБ или спецслужбы. Вот самое ужасное. Михаил, а история Виктора Медведчука. Вчера он обратился к Путину и к президенту Зеленскому, возможности его обмена на мариупольских, может быть, защитников, пленных, людей. Как вы вообще относитесь к тому, что с ним произошло, и будет ли выполнена его просьба, ну, со стороны, например, Путина? Значит, начну с просьбы, с конца. Эта просьба очень странно прозвучала, это было видео 30 секунд, где он обратился к президенту Путину и к президенту Зеленскому. Виктор Медведчук, напомню, является действующим депутатом Верховной Рады Украины. И вот действующий депутат Верховной Рады Украины обращается к двум президентам, но обращается почему-то на русском языке. Вот почему не на украинском? Он обращается к президенту Украины и России, но он же, украинский политик, обращается на русском. Это прямо из анекдота про Штирлица. Что-то выдавало в Штирлице шпиона русского. То, что он обратился почему-то по-русски к собственному президенту. Это большие сомнения вызвало в том, что он украинский политик. Но в то же время, если серьезно говорить о Медведчуке, то Украина – демократическое государство. Медведчук действительно был одним из лидеров партии ОПЗЖ, оппозиционная платформа «За жизнь», которая по-настоящему, опять-таки, набрала на выборах около 15% голосов. Заняла на этих выборах второе место после партии Зеленского, «Слуга народа». То есть у позиции Медведчука, позиция заключалась в том, что нужен союз с Россией, таможенный союз, что Украина должна вступить в ОДКБ, в таможенный союз и так далее. На момент начала войны было 15% сторонников, это так. И в рамках того, что Украина – страна демократическая, ну а как? Есть такая фракция, там были люди, депутаты и так далее. Дальше эти депутаты повели себя как русские шпионы реально во время войны, они стали заниматься коллаборационизмом, предательством во многих местах, и эта партия была запрещена в силу военного положения, как пророссийская партия. Но, еще раз говорю, у этого были сторонники. Дальше украинские социологи не прекратили вести опросы даже во время войны, и у этой партии остался 1% сторонников в результате войны, то есть она растеряла 14%. А такая же партия регионов набирала в свое время 35% до оккупации Крыма и Донбасса. Потом оккупация Крыма и Донбасса образумила 20% украинцев, которые сказали, что нет, это какие-то предатели. Ну, а сегодня образумились почти все остальные. Медведчук был арестован ведь не в связи с войной, а до этого, за какие-то совершенно преступления. Честно говоря, не знаю, какие, потому что обвиняла его не прокуратура, это было все не публично, обвиняла его служба безопасности, то есть это явно связано с каким-то шпионажем или чем-то таким. И он сбежал из-под ареста, поэтому был пойман. Смогут ли его обменять? Есть нюансы. Во-первых, гражданских можно менять только на гражданских. Это международная конвенция. И Украина не раз апеллировала к этой конвенции, поскольку Россия, она захватывает заложников гражданских и пытается обменять их на военнопленных. А Украина говорит, нет, так нельзя. Военных на военных, гражданских на гражданских. Поэтому на защитников Мариуполя поменять невозможно. На то, чтобы освободить, вывести из-под огня 100 тысяч человек, это очень сложно. Понимаете, это, конечно, красиво все звучит, но вот как физически гарантировать, что Россия позволит вывести 100 тысяч человек сейчас из Мариуполя в обмен на... Это же, знаете, на мосту меняют шпиона на шпиона. А здесь, что один человек идет, а на встречу 100 тысяч, вот как это сделать? Поэтому, возможно, его на что-то обменяют, но вот эти все слова про Мариуполь были, я думаю, ну, неким символическим жестом, так как он же записывал это, будучи под арестом, то есть, с согласия украинских властей. Я думаю, что это символическое что-то, а возможно, что его обменяют, но не на 100 тысяч человек. На что, не знаю. Михаил, а что собой представляют Леонид Пасечник и Денис Пушилин? Ой, вы знаете, ну, они особо сильно-то ничего не представляют, поскольку, когда велась война на Донбассе, активная фаза войны, она велась все эти 8 лет, но активная фаза продолжалась в 2014-2015 год. И там были совершенно другие лидеры. И там был Захарченко, который реально был боевиком, террористом, то есть, мы можем к нему очень плохо относиться, но он был, условно говоря, фигурой некого масштаба, фигурой, которая сама воевала и вела эти боевые действия и управляла некими войсками по-настоящему. В это же время в ЛНР был человек, фамилию которого уже, по-моему, забыли, потому что он где-то потерялся в России, а может даже умер, я уж не помню. Забыл я его фамилию. Но он просто был менее заметен на фоне Захарченко. Захарченко был ликвидирован спецслужбами украинскими, как террорист. Также были ликвидированы все его сообщники, там Гиви, Моторола и так далее. И новых Россия не прислала таких же. То есть, вот эти новые люди, которые назначены, там пасечник и так далее, это присланные России люди, которые уже не обладают ни малейшей властью, в отличие от Захарченко, который таковой обладал на месте, поскольку он пользовался авторитетом у полевых командиров и так далее, то эти люди уже авторитетом не обладают, после гибели Захарченко, безусловно, ДНР занималась только российская армия и российские спецслужбы. Поэтому у этих людей нет никакого смысла. Даже подпись Захарченко все-таки стоит под Минскими соглашениями. А эти люди кто? Они никто, звать никак. Вот в Украине не помнят их имен. Я думаю, что сейчас выйти на улицу и спросить, кто лидер ДНР, вам 99% скажут Захарченко. А как зовут нынешнего, никто не помнит. Он не важен. Михаил, я вам передам сейчас сюжет, который рассказал Гарри Каспаро в интервью Дмитрию Гордону. А вы скажете, какой это жанр. Я думаю, вы читаете книги, вам будет это интересно. Значит, президент Украины, еврей, просит прислать у Германии танки против российской агрессии. Каким бы жанром вы наделили такой сюжет? Я уже слышал вчера это, конечно же. Да, я предупредил, что я повторяю то, что сказал Гарри Каспаро. Вы знаете, ну да, я понимаю, что это даже, сейчас скажу, киберпанк это называется, вот киберпанк, когда у нас мы меняем даже количество измерений в пространстве. Знаете, вот есть такое, да? Мы берем и пишем в пятимерном пространстве, например, книгу. Виктор Пелевин так иногда увлекается. Вот такая чистая пелевенщина. И даже Пелевин этого не смог предсказать. Хотя, если уж мы цитируем какие-то книги, то вот есть книга Пелевина «Снав», я ее перечитал прямо перед войной, как будто вот в точку, да? В ней очень хорошо описано все. И он там называет одну из воюющих сторон «Уркаина». И, естественно, все российские читатели смеялись, понимая, что вот это, собственно, Украина описана. Но Пелевин-то пророк. Это Россия описана под «Уркаиной», понимаете? Вот эти глобальные «Урки» — это, собственно, россияне там и описаны. Вот этот жанр. Вот к этому жанру я бы все вот это описанное и отнес. Но, вы знаете, я вспомню, займу 30 секунд. Потому что очень важно процитировать Каспарова одну. Очень важную вещь он сказал вчера. Очень важная, на мой взгляд. Никто до этого не говорил. Что сегодня важно не увеличивать санкции против России даже. То есть это хорошо и нужно. Но гораздо важнее выдвинуть в России условия снятия санкций, которые сегодня никем не названы. И Каспаров, Гарри Кимович, мудрейший в этом смысле человек, стратег. Он сказал, вот достаточно что-нибудь сказать, смотрите, мы снимем санкции только при условии, когда Россия возвращает оккупированную территорию, включая Крым, выдает всех военных преступников и оплачивает весь ущерб. И в этот момент это начало конца Путина. Потому что вот тогда его будут свергать. А пока все верят, что сам Путин и разрулит потом санкции эти, кто же его будет свергать, зачем? Да, Гарри Кимович, великий человек. Михаил, есть такое выражение, война закончилась, забудьте. На ваш взгляд, война, конечно, мы очень надеемся, должна в ближайшие, может быть, недели закончиться. Мы очень в это верим. А забудет ли украинское общество то, что натворило российское общество? Я имею в виду поддержку всей этой агрессии. Ну, тут, на мой взгляд, все обстоит чуть хуже. Война не может закончиться в ближайшие недели. Технически нет такой возможности, по-моему. В ближайшие месяцы – да. Украинское общество не забудет, конечно же, ни при каких условиях. Как вы знаете, уже сносят памятники и советским военачальникам, и русским поэтам. Уже сейчас это происходит. Но, вы говорите, война закончена, забудьте. А я вам скажу вот мое мнение на этот счет. Дело в том, что если эту войну закончить неким подписанием сейчас мира, когда во главе России стоит еще Путин, то это не будет мир. Это будет перемирие до следующей войны, пока Путин накупит силы и снова пойдет на Киев. Потому что он никуда не откажется ни от каких своих целей. Конечно, Украина не имеет военной возможности свернуть Путина или поменять режим в России. Но в Украине, по крайней мере, все руководство точно понимает, что пока там не сменился строй в России, Россия абсолютно враг, и не просто враг, а прямая угроза. И не просто теоретическая угроза, а практическая. В смысле, это только вопрос времени, за сколько они смогут построить новые ракеты, которые они сегодня построить не могут. За сколько они пригонят в Черное море новый флагман. Они сегодня его не могут пригнать. Но они пригнали бы себе новый флагман. Но Турция, согласно конвенции Монтро, запрещает пригонять новые военные корабли через Босфор и Д'Артанеллы. Поэтому эта война по-настоящему закончится. Вот не военные действия, которые начались с 1924, а тем более еще и в 1914 году начались с оккупации Крыма, но именно как война между Россией и Украиной, а на самом деле между Россией и Западным миром, закончится только со сменой режима в России. И вот тогда будет огромный процесс, очень сложный. Сложный процесс деноцификации России. Я не представляю себе, как он будет проводиться, и что, и кто это будет делать. Потому что Германию деноцифицировать пришлось десяток лет, как минимум, и она была полностью оккупирована. А если не оккупировать Россию, как, что делать? Я не знаю. У меня есть всякие версии, мы сейчас всем обсуждаем, конструируем, теоретизируем на этот счет, но это отдельный разговор. Но поэтому никто не забудет и ничто не простит. Коротко у нас заканчивается передача. Кто из международных экспертов сегодня разбирается с преступлением в Буче? Если можно так по странам, если они прислали какие-то организации, чтобы примерно знать, что происходит. Я, к сожалению, не юрист, но я заметил, что несколько организаций. Во-первых, Карло Дель Понте, бывший прокурор по преступлениям в Югославии, сделала заявление еще до, за день до Бучи, за день до, она сказала, что нужно объявить Путина, ну не в розыск это называется, выдать международный ордер на арест Путина. Это сказала Карло Дель Понте. И это все-таки международный прокурор из Гааги. Гаагский трибунал занимается этим. Там есть какие-то, знаете, в Гааге есть несколько трибуналов, там очень сложная система. Но там есть представители сейчас в Буче физически вот этого суда, и еще какого-то международного уголовного суда, физически представители. А в Украине, в свою очередь, в содружестве с международными организациями создана некая специальная, создается как минимум некая специальная организация. Насколько я слышал, как-то имеет отношение, знаете, есть такой русский адвокат Илья Новиков, игрок, что он никогда, вот он находится в Украине, и он в своем интервью рассказывал про эти инициативы, и он в них как-то принимает участие, как уже как украинец, в смысле, в плане изучения этих преступлений. Поэтому как минимум три таких организации есть, но я не назову их названия, это сложно для меня слишком. — Михаил, в конце передачи очень короткий ответ, буквально «да» или «нет». Вы знаете, куда плывет русский корабль? — Да! — Спасибо за ваше интервью. — Спасибо большое. — Оно очень интересно. Мы желаем вам здоровья, бодрости, всего самого наилучшего. — Украинскому народу терпения и стойкости. — И огромное вам спасибо за эту передачу. — Спасибо. — Спасибо.